Добрый день, в эфире студия регионального информационного центра Югра. У нас в гостях начальник главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре Пётр Анатольевич Кугуй. Добрый день. Добрый день. Так, сразу предлагаю перейти к вопросам. Пётр Анатольевич, расскажите, как изменилась ситуация с чрезвычайными ситуациями после наступления зимы холодов в Югре? Ну, если говорить про чрезвычайные ситуации, то в этом году у нас произошло три чрезвычайные ситуации. Все они связаны с лесными пожарами, в лесопожарный период. Сейчас мы говорим о происшествиях, которые могут произойти в результате пожаров, происшествиях на водных объектах. Сегодня, можно сказать, по оперативным данным, у нас произошло 2221 пожар. К сожалению, погибло 49 человек. Но если сравнивать с прошлым годом, это снижение на 3% по количеству пожаров, 10% по гибели среди людей. По водным объектам у нас обстановка немного другая. Произошел рост по происшествиям в количестве 63 нештатных ситуаций было. К сожалению, погибло 51 человек. Но мы все происшествия анализируем и, конечно же, принимаем все необходимые меры для того, чтобы снизить все необходимые риски, которые могут присутствовать с учетом сегодняшних климатических особенностей. А вот как раз какие меры предпринимаются для того, чтобы избежать? Ну, во-первых, совместно с муниципальными образованиями мы проводим рейдовые мероприятия. Ну и, что касается пожаров, это патрулирование садовоческое. Огородище с товариством 21 числа состояло заседание КЧС под руководством губернатора, где также была поставлена задача активизировать эту работу на местах и, соответственно, всем службам осуществлять контроль по обстановке, которая будет связана с использованием автозимников, ледовых переправ. И, конечно же, чтобы обеспечить безопасность, будет организовано дежурство личного состава на данных объектах. А скажите, какие-то произошли ли за последний год, за этот, за уходящие, изменения в инфраструктуре? Быть может, какая-то модернизация техники была? В этом году мы получили, именно главное управление получило 14 единиц спасательной техники. Сегодня мы вводим в строй. Личный состав проходит обучение на этой технике. Также два маломерных суда пришло подразделение, государственные инспекции по маломерным судам. Но если мы говорим об общей системе РСЧС, то безопасность на территории Югры обеспечивают также и Центр Спас Югоря, и другие виды пожарной охраны, которые также обеспечены достаточно техникой, личным составом, которые будут реагировать на какие-то события. Частный сектор, дачный массив, какие еще точки наибольшего внимания МЧС в зимние периоды? Исходя из тех событий и происшествий, конечно же, и по пожарам, которые произошли, мы проанализировали. Это в большей степени, как раз таки, вы правильно обозначили, это жилой сектор, это как раз таки садоводческое и городческие товарищества, где у нас граждане пользуются и население электроприборами, которые не лицензированы, и пытаются отапливаться самодельными устройствами, это несет нагрузку на электросети, и, соответственно, возникают пожары из-за таких действий. Что касается общественных объектов с массовым пребыванием людей, там проводим профилактические визиты, организовываем работу с администрациями данных объектов по вопросам, связанных с эвакуацией населения, и по которым, не дай бог, может попасть в сложную ситуацию в случае возникновения пожара или другого какого-то события. Ну а также совместно со всеми силовыми структурами проводим тренировки на данных объектах. Вы упомянули в разговоре о подготовке автозимников, в этом году погода не перестает удивлять, как обстоят дела? На сегодняшний момент в эксплуатацию введено 32 автозимника и 22 ледовые переправы, но по планам 56 автозимников и 58 ледовых переправ наши сотрудники ГИМС непосредственно при вводу эксплуатацию выезжают на каждый объект, проверяют его на соответствие и уже соответственно дают разрешение на эксплуатацию данных ледовых переправ. Конечно же мы во взаимодействии с Автодором и с другими службами обеспечиваем информирование населения, если вдруг какие-то происходят заторы, переметы или плохие погодные условия. В этой системе задействованы и единые дежурные диспетчерские службы муниципальных образований, Центр управления в кризис ситуациях, Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому Атумову кругу и игре. Ну и также через СМС-оповещение доводят информацию о той или иной ситуации на определенных участках. Петр Анатольевич, дайте пожалуйста совет нашим согражданам, как вести себя, что делать при изменении температур в обе стороны? Ну во-первых, есть открытые источники, которыми можно посмотреть ту или иную информацию. Есть приложение, если пользуется кто-то сотовым телефоном, приложение МЧС России, где как раз определяются зоны, районы, объекты, которые могут оказаться под влиянием природной стихии, и соответственно там даются рекомендации. Также есть официальный сайт Главного управления, где также подробно можно получить информацию о складывающейся обстановке и соответственно какие меры нужно предпринимать. Ну а здесь, конечно же, самая важная рекомендация это личная осторожность, внимание за близкими, особенно за маленькими детьми, и конечно же смотреть погоду, если касается техники, то своевременно обслуживать ее, если вы собираетесь путешествовать, нужно подготовить автомобиль, но если уж совсем низкие температуры, желательно оставаться дома или какие-то плохие погодные условия. Что касается обстановки в жилье, здесь, опять же повторюсь, это пользоваться только сертифицированным оборудованием и следить за тем, чтобы приборы, когда покидаете свой дом, были выключены. Ну и, наверное, коль речь идет о новом годе, то не забывать про безопасность с петардами, со всякой пиротехникой. Ну, я бы, наверное, не порекомендовал бы сегодня и в таких условиях использовать пиротехнику. Ну, опять же, на заседании КЧС было рекомендовано, что в этом году пиротехнику не принимать, не применять, и лучше остаться дома, отметить Новый год за столом, с друзьями, с семьей. Хорошо, скажите, сколько сил и средств будут задействованы, я имею в виду, подразделения МЧС в новогодние каникулы, праздники? В новогодние праздники главного управления будет переведено на усиленный режим службы. Всего будет на дежурстве находиться более полторы тысячи человек, около 700 единиц техники. От руководства главного управления на все выходные дни будут ответствовать руководители, заместители мои, ну, и в том числе, я в том числе буду находиться на службе и контролировать весь процесс прохождения оперативной обстановки, ну, и все вопросы, связанные с несением службы личного состава. Что ж, спасибо большое за информацию. Надеюсь, праздники, надеюсь, наши зрители вас услышат, запомнят ваши советы, и праздники пройдут максимально комфортно и безопасно. На этом время нашего эфира подходит к концу. Всего доброго, до встречи на площадке РИЦ Югра. Всего доброго.